Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем проходить Черепашки и Ниндзелегенды. Так, ну что, зайдем быстренько в магазин, откроем с вами бесплатную колоду. И я так понимаю, мне никого опять не дают здесь. Ну понятно все. К этому я уже привык, в принципе, так что для меня это не удивительно. Давайте заберем здесь реварды. Так, поднять уровень персонажа, сразиться в боях. Сейчас мы все это быстренько сделаем. Опять же мы начнем искать с вами. Кстати, да. Ребят, по голосам у нас сегодня выигрывает Крип. Там, по-моему, больше 20 или даже 30 голосов за него. Поэтому поднимаем, естественно, ребята его в золотой рамп. Ну что же, я его поздравляю. У него 4 золотые звезды. Это очень, ребята, круто. Единственное, что нам остается, это теперь его прокачать. Не только даже его, а его скиллы. Так, и знаете, что я хочу сделать? Я хочу перевести Леонарда в 86 уровень. Я думаю, что он заслужил. Кстати, скоро будет 90 уровня он у нас. И это будет смачно. Кстати, остальные мутагены мы можем, кстати, спустить на Крипа. Верно? Верно. Так, подожди-ка, у нас, ребята, здесь ДНК завалялись лишние. Давайте их обменяем. А где у нас Крип? Куда он опять прячется? Так, у него, ребята, какой там? 33 уровень, да? Значит, где-то, наверное, вот в этих вот краях он был. Вот, нет, вот он. Да, именно он. И давайте, ребята, его немножечко проапаем. Слушай, ну неплохо, неплохо, смотри. 41 уровень. Уже что-то. Он почти пульверизатор отогнал. Кстати, кто-то писал насчет пульверизатора. Так я вам скажу, что Крип тоже, ребята, провокатор. И надеюсь, что будет не хуже. Так, ну все, здесь мы закончили. Забираем с вами ревард. И нам нужно, ребят, подраться. На 10 боев сделать. Во-первых, мы с вами начинаем искать ДНК на кого? Естественно, на Кейси Джонса. Так, у него, ребят, сколько там? Я уже забыл. Было, по-моему, 80, да? Так. Первая попытка удачна. Вторая тоже неплохо зашла. Давай третью. Угу. Губешки раскатил. Ладно, не беда. Давай посмотрим, что здесь. Слету. Получаем ДНК. Второе. Слушай, уже 4 из 6 попыток. Ну, я скажу, что это неплохой результат. Но это еще не все. Ребят, мы, кстати, можем же продолжить искать ДНК на Крипа. Ведь так? Сейчас я проверю это дело. Да, ребят, мы можем продолжать искать на него. И это очень круто. Потому что не за горами и пятая звездочка. Да? Можно и так сказать. Так, откатик. Точнее, телепортик мы с вами получили. Вот. Идет сам просто-напросто в руки. Смотри-ка. Отлично. Так. Ну, тут, конечно, не очень хорошие попыточки получились. Но, тем не менее. Так, я хочу, ребят, кое-что глянуть. У него 46 ДНК на данный момент. Да? Из 100 это нужно еще будет нам 54. Да, это очень много. Ну, а на Кейси Джонса всего лишь 12. Я думаю, за серией 3-4 мы, наверное, все-таки сможем его перевести. Да? В 5-звездочный золотой ранг. И будет круто. Хотя, на самом деле, как боец, он мне не особо заходит, если честно. Слабовато он как-то дерется. Может быть, естественно, если прокачать ему скиллы по полной программе, он будет там отжигать по полной программе. Так, ну что, зайдем в магазин. Кое-что, ребята, глянем. Во-первых, давай вот тут посмотрим. Ну, как вы понимаете, сюрикены нам здесь тратить незачем. Потому что у нас все по максималочке. Так, а по очкам что у нас? 96. Ага. Мы с вами хотели копить на Лео. Да, наверное, так и продолжим, ребята. Плюс еще, если мы получим с вами реворд, да, соответственно, мы его сможем приобрести. Ну, я имею в виду за турнирную арену через 6 дней. В конце недели. Давай посмотрим, ребята. Да, меня сбросили, причем очень сильно. Я в Лиге Самураев, 3 звезды. Ранг у меня 92. Поэтому давайте наверстывать наши упущения. Я думаю, начнем мы с вами с Дэви. Судя по всему, что у него тут бронза и серебро. Да, плюс еще ко всему 43 уровень. Это как раз для нас самое то. Естественно, будем брать тогда мы с вами с 40 уровней. Начнем, наверное, да, плясать. Раз. Так, раз, два, три, четыре. И берем, естественно, ребята Леонардо. Пускай будет здесь у нас пока отжигать Лео. Сейчас со своей вертушки он, естественно, всех здесь пробомбит. Маленькие мои ребята отыграют. Ну, там уже дойдем до равных по силе. И уже будем без Лео. И я так понял, все хотят, да, чтобы я получил Леонардо. Поэтому эта неделя будет жесткая. Мы с вами будем, наверное, двигаться в Мастера. Может быть, даже в Мастер 2. А может быть, даже в Мастер 3. Посмотрим, ребят, как пойдет. 59-я уже позиция. Слушай, неплохо мы бустанулись. И здесь я, наверное, Эмильоно. Или Эмильяно. Так. Да, я думаю, начнем с него, наверное. Хотя можно... Можно даже вот и Джарета взять. Нет, все-таки Эмильона. Он пославше будет. Поэтому начнем с него. 47-й уровень здесь. Максимальный. Раз, два, три, четыре. И опять же, ребят, я забираю отсюда Леонардо. Хотя можно даже его не трогать. А даже железноголовый, наверное, здесь справится. Но я все-таки Леонардо. Фиг с ним, ребят. Один откатик можно. Можно не только один. Можно пять откатиков сегодня потратить, да. Чтобы нам по максималочке пройти. Надо просто вот это вот преимущество опять забирать. Что мы с вами потеряли. В прошлой серии, вы помните, да. Мы дошли до Сёгуна. Две звезды. Я даже сам был удивлен. Потому что это... Даже не на две звезды, а на три. Я был очень этому удивлен. Нашему прогрессу. Так, чуть-чуть нам не хватило, чтобы мы перешли в мастер. Ну и как я вам говорил, что быстро поднялись. И быстро и сбросят нас с нашего пьедестала. Поэтому давайте-ка, ребята. Слушай, если у нас здесь есть Леонардо, может быть, нам еще и вот этих вот прихватить. Еще послабее, ребятурик. Главное, чтобы Леонардо с вертушки ложил всех. А иначе Слэш просто получит люлей и упадет, ребята. А мне это не нужно. Я не для этого, как говорится, тратил откат. Тихо ты. Ну-ка. Салина. Шреддер справился. Так, ну что же, мы с вами продолжаем. У нас, по-моему, там 45 уровни уже подключились, да, бойцов? Сейчас посмотрим, кто у нас будет здесь. Так, ну что, мы забрались опять в Сёгуна. Одна звезда. Это неплохо, я вам скажу. Нам бы до двух звезд как-то добраться. И там укрепиться. Так, Константин у нас здесь есть. И я думаю, что вполне сойдет этот парнишка, да, для груши. Ну это, конечно, ребят, я в шутку говорю. Не думайте, что я издеваюсь. Так, и здесь самое интересное, 46-й, 45-й уровень. Поэтому давай-ка мы с тобой возьмем, наверное, кого-нибудь посильнее. Например, Ваньку Сетиранка и Паукуса. Это чтобы наверняка уже разобрать их. Несмотря на то, что у меня тоже бойцы 45-го уровня, да, но они не прокачаны. Еще раз вам повторю, ребят, не прокачаны. Поэтому они могут быть намного слабее нашего противника. Так, сейчас проверим, как Майки справится. Нет, Майки не справляется. И я боюсь, ребят, как бы Кирби здесь не успел сделать отхил. А он не успеет, ребят. Мы его наказываем, смотри. Оп, по всей жесткости. Так, что нам теперь, кого бомбануть? Давай, наверное... Ага. Слушай, а вот этот вот опасный Рафаэль. Ну-ка, сможем мы его? Нет, ребята. Я просто думал, что он сейчас будет подключать массу атаку. Но нам повезло, грубо говоря. Так, Донателло. Ну вот он-то включает свою массуху. Давай попробуем поджарить, может быть. Отлично. Меня Рок, кстати, ребят, не подвел. Как видите, он своим поджогом уничтожил всю команду вражескую. Точнее, даже не уничтожил, а просто-напросто ее добил. И мы переходим с вами на 72-ю позицию. Это неплохо. Это очень неплохо. И мы здесь выбираем, наверное, сразу Ника. Да, будем с Ником драться, потому что здесь, ребята, одно сплошное серебро. Ну, не считая, конечно, за Микеланджело, который имеет 4 звезды золотые. И, кстати, уже 50-й уровень здесь. Так что, опять же, не будем сильно здесь с вами рисковать. Начнем, наверное, возьмем Зека и... Хм... Ну и давай, наверное, возьмем с вами Змей Кавьюна. Это для подстраховки. Естественно, естественно, сейчас Зек брусит бомбочку. Я думаю, что, может быть, даже кто-то упадет. Но, по крайней мере, замедление должно пройти на всех. Да. Нет, кроме Леонардов. Посмотри-ка. Ну, мы его тогда попробуем вот так вот. Нет, не вышло. Ну, Змей Кавьюна, не подведи меня. Опять Донателло. Ребят, да что ж такое? Вы заметили, да, наверное, такую тенденцию, что Донателло практически... Любой, как говорится, этой фракции, да, хоть видение, хоть классика, он все равно выживает. Он, по ходу дела, сам по себе довольно крепкий орешек по защите. Ну, как бы его родные статы очень сильны именно в защите, поэтому мы его не можем пробить. Практически во всех боях он выживает, хламон. Как бы мы ни старались его пробить. Ну, что, тут у нас Андрюха, но это почему-то Рига Самураев 3 звезды. Странно, почему он сюда затесался. Виталик и Димка у нас тут. Я думаю, мы, наверное, начнем... Так, а по кубкам? По кубкам у нас... Андрюха проигрывает, да, немножко? Но зато здесь враг будет попроще. Нет, я, наверное, возьму все-таки Димана. Будем с Димкой драться. Так, мне нужно, опять же, сыграть вот этими вот бойцами и взять кого-нибудь покрепче. Бакстер Стокман пойдет и, наверное... Давай, так уж и быть, возьмем Криса Брэдфорда. Мне в последнее время, ну, как тебе сказать? Вот у Криса нет массовой атаки, понимаешь? У него есть массовая защита, а вот атаки нет. Хорошо, мы повесим на себя защиту массовую. Но, согласитесь, если бы у меня был прокачанный Донателло бы, от него, наверное, здесь было бы больше толку. Но, давай, Бакстер, я не зря тебя переводил. Ух, Салин, ребята, отнял. Хиллера у него здесь нет, поэтому мы не переживаем по этому поводу. Сейчас просто-напросто всех забомбим. Тем более под защитой, под укрепленной. Так, Сплинтер тут что-то выеживается. Но, Кунэйчи, не подведи, пожалуйста, меня. Забомби его. Нормулька. Так, мы, наверное, по... А, давай пробафаемся, да. Сделаем просто на себе, ребята, баф. Вот так вот. Будет поджигать. Так я и думал. Но постепенку не повесил. Но вот это, ребята, опасно. Вот это уже опасненько. Давай пробьем, наверное. Отлично. Так, погоди, погоди, погоди. Ты... А, все, понял. Нормуль. Это простительно. Я думал, ты сейчас что-нибудь тут чуданешь. Надо было мне... Хух. Я думал, не пробьем. Надо было волну, думаю, пустить. Но ракеты было достаточно, чтобы он одуплился. Так, ну что же, ребят, давайте смотреть. Мы с вами попадаем на 33-ю позицию. Солидно. Может быть, сегодня даже заберемся обратно в Лигу Сюгонов 2 звезды. Мне бы этого хотелось, если честно. Так. Хм. У нас только Константин, да? По кубкам рулит. Но я, наверное... Я, наверное... Да ладно. Фиг с ним. Давай его будем разбирать. Так. Леонардо. Ну, стоит ли нам его брать? У меня еще, ребята, очень много несыгранных персонажей. Поэтому я думаю, что придется мне. Его, наверное, все-таки еще разок здесь задействовать. Хорошо. Давай еще разок задействуем его. Вертушка. Потом. Кто у нас там? Армагошем. Ну, если что, на добивку. И главное, чтобы у Усаги все хорошо получилось. Повесил он и защиту, и контратаку. Вот это будет вообще имба. Так. Минус 2, да? Бомбим теперь ракетами. Минус еще 2. И Усаги сможешь сделать добрые дела. Ты 45-го уровня. Я понимаю. Он 55-го. У него пониженная атака. И... Вообще никак, ребят. Вообще никак не пробил. Даже не задел его. Слушай, а вот это... А! Вот он что решил сделать. Хорошо. Но, ребят, как видели, да? У него был запрет на отхил. Поэтому он просто-напросто не сработал. И... Крысиный король добивает. Как ни странно. Хм. Ну что же. Мы двигаемся с вами далее. Теперь я думаю, что мы никого... Откатывать здесь не будем. Будем своими силами. Сейчас проверим. Вау. Вторая позиция. Сколько мы еще с вами можем провести боев? Так, Сальвадор, Адмир и Ксистостания. А! Кристостания. Хм. Сальвадор. Ну да. Давайте брать Сальвадора. А почему бы и нет? Я смотрю, он такой. Вроде приемлемый для нас. Единственное, что опять же этой командой мы не справимся. Нам нужно взять что-то более сильное. Давай, наверное, возьмем Железноголового и Рокзара. Видите, этот Рокзар у нас постоит в провокации. Хотя мы можем и Железную голову, но я все-таки буду, наверное, им бомбить. Ракетами. Так, давай встаем в провокацию. И ждем. Ну, понятно, начинается развлекуха. У нас есть хиллер, так что пока я не переживаю по этому поводу. И, кстати, у него тоже есть хиллер. Это морозильная кошка. Что же сделаем? Ну, давай попробуем, наверное, вот так вот. Теперь шарханчик наш. Ходит. Е. Ну, теперь, ребята, я... Тихо. Теперь я спокоен. Почему, ребят? Потому что хиллера у него нету. И можем спокойненько их уже дальше разбирать. Естественно, хильнемся на всякий случай. И опс. Опа. Да елки-палки. Ребят, хорошо, что я успел отхилиться, да? Ну что? Блин, он ускоряет свою команду. Надеюсь, мы успеем бомбануть. Ну-ка. Отлично. Остается Ванька-Стиранка. Я думаю, что вот так вот. На прокол берем. Е. Смотрите, если бы мы не успели с вами отхилиться, моя бы команда уже лежала. По крайней мере, два героя бы точно. Так что без хиллера никуда. И, как я вам говорил, мы забрались обратно. В Лигу Сюганов у нас 86-я позиция. Две звездочки. Отлично. Так, еще, наверное, пару боев мы успеем с вами сыграть. Так, у нас тут Стив. Надеюсь, не Джобс. Ладно, погнали. Так, 53-й уровень здесь у него персонажи. Вот если я так сделаю, сколько тут у нас еще существуется? Раз, два, три, четыре. Знаете, что я скажу? Нам, наверное, придется еще разок задействовать... Хм, подожди-ка. Да, нам, наверное, еще разок придется задействовать Леонарда, чтобы сыграть последний заключительный бой. Я имею в виду именно на арене. А, здесь Бакстер Стокман. Это, ребята, опасно на самом деле. Давайте сделаем, наверное, уклонение нам. Так, уклонились. Ну, якобы. А он укрепляет свою команду. На атаку, естественно, ребята. Так, ну, давайте мы, наверное, сделаем понижение защиты. Ммм, даже атаку снизили. Встаем, естественно, в провокацию нашим Рафаэлем. Правда, от Бакстера Стокмана это вряд ли поможет. Хотя мы можем, наверное, его и так бомбануть. А, хилять. Ладно. Отхилился, предположим. Я пока его трогать не буду. Будем дальше Бакстера валить. Я не хочу, ребята, от него получить волну или маузеров. В общем, массовые атаки. Это ерунда, что тут Бибоб делает. Вы смотрите, ребята, кстати, когда у них пониженная... Защита, как они легко разбираются. Просто на изи. Ну что, Бакстер Стокмана, пока больше ты меня не волнуешь. И массовых атак здесь больше ни у кого нету. На тебе. Так, ну что, Микеланджело. Да-да-да, тебе это не поможет. Ты можешь даже не радоваться. Все. Разобрали. Ну что же, последний, заключительный у нас бой на арене. Потом пойдем с вами проходить какое-нибудь испытание. Так, куда нас перекинутся. Сейчас 65-е место. Ну, короче, если мы еще с вами один бой сделаем, я думаю, где-то в полтинничек мы с вами уложимся. Так, Лукас, Амар, Сапраева. Хм. Давай, наверное, возьмем, ребята, Сапраеву. Да? По уровню, я смотрю, ребята, оптимально для нас. 53-й, 56-й. А тут одни 55-й и 56-й. Да, Сапрамару берем. Так, Лео, давай, последний, последний свой долг отдай. Последний долг. Как будто он нам что-то должен, да? Ну, я думаю, что вот этой командой мы, в принципе, должны будем разрулить. И, надеюсь, без проблем. Так, Лео делает вертушку, да, у нас, и, ну, дальше все по стандарту. Так, поехали. Смотрим, ребята, кто падает. Минус 2 сразу мы убрали. Давай, сделаем так. И добили. Все, отлично просто. Хотя можно было даже, наверное, Лео не брать. Но, ребят, тогда у нас был бы маленький бонус. А так, смотрим, куда мы перемещаемся. Давай, 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 давай. Да, ребята, 44-я позиция. То есть, в полтинчик мы с вами уложились. Ну, и теперь, конечно же, с вами идем на испытания. И начнем, наверное, давай, наверное, с городской войны тени на солнце. Так, у нас тут будет лиса, шинигами и сплинтер. Так, а каких нам бойцов дадут для начала? Но, в принципе, ребят, неплохих. Не то, чтобы это была имба, конечно, да? Но 70-е уровни это достойно, я считаю. Так, ребят, давайте ставим, естественно, сразу автобой. На первых вот этих вот парах. Ничего сложного здесь нету. Пускай они сами повоюют. Так, бронированные тараканы. Кто-то писал мне в комментариях давным-давно еще, да, что... Помните эти мотыльки Тляк, которых я называл, да? Что это бронированные тараканы, когда перерождаются. То есть, новая ихняя форма. Ха, может быть, это действительно и так. Ну что же, победа. Тут даже никто бы не сомневался в этом. Еще будет, наверное, победа 3-4 к ряду. Без каких-либо проблем. Так, получаем с вами ДНК на край. Донателло. Кстати, вот этого Донателло тоже не помешало бы нам, ребят, прапать. У него довольно нехилая защита. Именно скилл на защиту. Я в этом лично убедился. У него есть также массовая атака. Хотя она мне не особо нравится. Да, именно когда он бросает эту маленькую бомбочку, мину, типа, да? И она взрывается. Но, опять же скажу, она не прокачана у меня. Я судить не могу строго. Если у тебя прокачаны полностью скиллы, да? И ты играешь в полную силу. Да, можно какие-то делать выводы. Но когда у тебя он первого уровня, ну... Какие отсюда могут быть вообще какие-то выводы делаться? Конечно же, никаких. Так, все довольно пока легко и просто. Поэтому двигаемся с вами дальше. Так, мы получаем с вами ДНК на Донателло. Двигаемся вперед. Так, морозильная кошка. Ну, вы знаете, ребята, что ДНК на нее нам тоже не нужно. Она у нас прокачана, по-моему, полностью на фулочку. То есть, надо переводить ее только лишь в платиновый ранг. Но я вот этим буду заниматься, наверное, в самую последнюю очередь. У меня вот из бойцов, которых я не особо сильно долюбливаю, это вот Кирби. Морозильная кошка. Потому что я считаю, они, ну вот, ребят, ну вот никчемные, понимаете? Я раньше, честно говоря, думал, что пульверизатор тоже никчемный. Но посмотрел, как он стоит в провокации, да? И как он может все-таки бомбануть. Я немножко поменял свое мнение. Ну, вот смотрите, вот Зек, да? Вроде бы вот нормальный парень, да? У него хорошая ульта, да? Бомбочка, замедление, там все подобное. Но по атаке он может быть и силен. А по защите, вы помните, как его разбирают? Ёлки-ты-палки. В какую команду его не возьми? Два-три удара, все, он валяется. Два-три удара, он валяется. На боссах он вообще не стоит. Вот поэтому, наверное, больше и сыграло то, что я, ребята, переводил Бакстера Стокмана в платиновую рамку. Потому что, как ни крути, все-таки две ульты против одной. Ну, это значимый, значимый вес. Так что, ребята, я думаю, что никто не был против моего вот этого вот желания поднять Бакстера в платину. Так, ну что у нас тут заключительная битва, да? Да, Донни, Микеланджело и морозильная кошка. Так же, ребята, и морозильная кошка. Ну, вот я считаю, что вот... Да, я не спорю. Она может ускорить, она может похилять. Но по атаке оно вообще ни о чем. Просто ни о чем, ребят. И опять же, она ватная. Так, давай. Ага, Крис Брэдфорд просто делал проникающий удар на огонь в живот. И, естественно, ребят, мы здесь с вами прошли. Это еще что такое? Что это за дополнительные загрузки? Я думал, сейчас опять вылетит игра. Бывает такое. Так, ДНК на Микеланджело получили. И следующая ДНК у нас, ребята, идет на Кунаичи. Так, 55 уровни. Я, опять же, пока не напрягаюсь. Естественно, ребята, здесь на автобой. Четыре волны здесь у нас. Ну, вы понимаете, что две-три волны будут липовые. Это вот обычные монстрики. Смотрите, вот это вот мне нравится. Я обожаю, ребята. У кого такой вот есть скилл, чтобы повесить двойную атаку? У какого персонажа? Конечно, это можно все посмотреть по скиллам. Но это нужно каждого персонажа разглядывать. Как бы нет на это большого времени, если честно. Может быть, кто из вас знает. Именно массовое такое. Не одного, чтобы пробафать, а именно по массухе. Вот это было бы прикольно. Представляешь, двойная атака. Вообще шикарно. Каждый два раза бьет. Особенно это очень было бы полезно на боссах. Ты представляешь, если Леонардо будет бить два раза сразу к ряду? Это вообще имба была бы. Так, ну что, Кейси валяется. И Донателла, наверное, нет. Еще живет. Отлично. Так, ну что, переходим с вами на последнюю волну. И я, наверное, буду, ребята, ее сам разбирать. Собственно, ручно. Так, начнем, наверное, с Ваньки Стиранка с вами. Замечательно. Минус один сразу же. Так, бомбочка. Ну и остается только лишь, ребята, их добить волной. Это самое оптимальное. Отлично. Ну что же, давайте дальше попробуем. В принципе, пока идем довольно неплохо. Ну, я вам говорил, что вначале... Эй, 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 что со звуком? Вау, 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 ребят, какие-то помехи. Так, надо будет перезайти, наверное, да, в игру. Мне не нравится такой звук. Ну что, у нас следующая будет лиса, да. Семь сыра мы с вами тратим. Шестьдесят пятый уровень уже, ребят, практически на пределе наших бойцов. Так что, давайте проверим. Ну, здесь вначале дроны идут. Мы их разберем. Так, не будем, наверное, здесь с вами тратить пока ничего такого особенного. Будем обычными бомбить ударами по ним. Так, давай, Крис. Не добился удара. Так, минус. Ну-ка, Ванюша. Да, Ванька слабоват пока еще. Но Зэк хорош здесь был. Так, опять тут у нас дроны, да. И стрелозад. Стрелозад. Давай минус о нем. Так, дальше, наверное, мы... Давай вот этого бомбанем. Сразу его убили. Теперь ракеточку запустим. Минус. И последний у нас, ребят, остается здесь. На тебе. Хм, странно. У него была повышенная, ребята, Ваньки стиранка атака по нему. Но он почему-то не смог его хорошо пробить. Так, здесь, наверное, можно, ребята, вот так вот сделать. Повесим себе дополнительную защиту. Чтобы наша команда как можно меньше получила повреждений. И вот будем уже вот таким образом их разбирать, добивать. Так, хиль... Нет. Контратаку повесил. Ты посмотри. Хм. Ну, тогда минус о нем этого. Потом. А мы вот так вот с вами сделаем. Контратака только на Криса, ребят, повесилась. Плохо. Кстати, такой шанс маленький, да, чтобы повесить на всех. Контратаку именно. Добили. И добили. Отлично. Последняя, ребята, волна. Ну, я больше уверен, что Белка будет у нас в кармане. Давай провокацию повесим, чтобы не рисковать тут особо сильно. И Рафаэля нужно в первую очередь убрать. Потому что если он встанет в провокацию, будем с вами получать ответные удары. Так, Ванюша, ты как? Выдержишь или нет? Давай попробуем. Давай попробуем. Смотрим. Выдерживает. Отлично. Так, бросаем бомбочку. И остается лишь Белка или Лиса это у нас. Так, так, так. Выплясывает здесь. Вау. Массовый. Оу, тихо, тихо, тихо. Ваня, Ванюша, ты держись. Хорошо, что у него нет, ребята, массовой атаки, да? Все. Мы прошли. И, соответственно, ДНК. Зарабатываем ДНК на Лисичку. Это, кстати, тоже очень хорошо. А вот боюсь, что с Шенигами уже мы вряд ли с вами получим. Потому что уровень, ребята, уровень будет очень крутой здесь. Смотри, 75-й. 75-й. У нас 70-й. Ванька, конечно, даже 60-го. Но я, тем не менее, ребята, рискну. Я попробую. Тут, конечно, на 5 левлов такая разница ощутимая. Но это будет у боссов. А эти все, конечно же, будут у нас 70-го. Так, давай попробуем. Сейчас посмотрим, ребята, как у нас тут все это дело пойдет. Ну, вы видите, что тяжеловато идет разборка. Очень тяжело. Поэтому повесим на себя дополнительную защиту. Так, погнали. Ванюша, ребята, Ванюша очень быстро разбирается у нас. Хиллера в этой пачке, к сожалению, нет у нас. Так. Воу. Тут даже волна плохо, ребята, сработала. Да, она повесила на всех постепенный урон. Но по самой атаке. Да елки ты палки. Ты что, стрелоза? Опупил что ли совсем? И даже постепенка их, ребята, не убивает сразу же. Контратака еще повесилась. Ну, тогда, наверное, нам... Блин. Ну, давай. Хорошо, попробуем так сделать. Ответка. Минус. Так, этого, наверное, мы с вами ликвидируем, да? И все. Постепенка убила. Тут, опять же, у нас стрелозады, дроны. Давай вот с этого, наверное, начнем. Да, хиллера нет. Конечно, очень плохо без него здесь нам драться. Минуса нули. Так. Давай, наверное, здесь базуки бомбанем. Она не прокачанная, ребята. Это атака, поэтому, как видите, не очень хорошо пробили. Единственная надежда это на Рокзара. Рокзар еще более-менее стоит. Мы его еще потом в провокацию поставим. И я думаю, что от этого будет уже какой-то толк. Хотя на 75 уровне, сами понимаете, будут атаковать капитально по нам. Так. И добивочный. Фух. Это только третья волна? Ёп, просто так. У меня уже команда практически, ребята, вся на развале стоит. Ёлки-палки. На руинах. Ну-ка. Ладно, хотя бы так. Можно было бы, в принципе, и Маузеров вызвать. Но тогда мне не останется на последнюю, ребят, волну. Так, что он там делает? Опять он с вами контратаку и контратаку все вешает. Так, ладно, ребята. Провокацию мы с вами взяли. Что он там опять делает? Вот эта массовая атака меня бесит, если честно. Давай тогда мы его так же сделаем. Ну-ка. Да, ёлки-палки. Он только на себя почему-то, ребята, вешает это. О, Ваня, Ваня, Ваня. Выжил. Блин, опасно. Понимаешь, опасно здесь шутить с ними. Ай-яй-яй. Ну, давай вот этого, наверное, добьем. Сейчас, что он там? Рокзар, держись, пожалуйста. Если они сейчас массовую атаку сделают, ребят, я боюсь, что все. Упадет у нас кто-то. Ваня в первую... Уже упал, ребят. Уже упал он. Эх, Ванюша, Ванюша. Подвел ты меня. А у нас только лишь четвертая волна. И тут и Леонардо, и Микеланджело. Твою же налево. Как нам тут быть-то? Да, не айс, конечно, получилось все. Морозинная кошка. И, не, давай, наверное, все-таки поставим себе дополнительную защиту. Начинается вот этот разбор полетов. Я, кстати, удивлен, что он не начал делать эту... У ворот вешать. Ох. Ну-ка, давай, наверное, Маузеров запустим. Давай Маузеров пускадем. Так, Морозинная кошка. Ну, естественно, будет хилять. Как же без отхила? Так, Лео, нет, 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 нет. Да, для меня это неудивительно, на самом деле. Ну, еще раз, ребят, повторю, что это все предсказуемо было. Потому что 75-й уровень. Естественно, они моих ребятулик быстренько очень почекрыжили. Практически моментально. А вот и уклонение, да? И что, придется вот так вот бить? И еще и промазал. Господи, ну как ты? Воу! Ху-ху! Ну, все. Тут, ребят, уже вы понимаете, что... Ни одна ульта не сработала. Ты представляешь? Ой. Сейчас кому-то еще будет минус. Нет, Баксер выдерживает. Но тут шансов у нас вообще нет. Но нету и все. Не могу я, ребят, ни пробить ничего не получается. Вообще! Вообще мажем просто-напросто. Да, бедный Крис, наверное, сейчас упадет. Нет, они тоже почему-то промахиваются. Как ни странно. Но не в этот раз. Не в этот раз. Жаль. Не очень, ребята, на самом деле жаль. Я хотел получить себе ДНК на шинегами. Это я вам точно говорю. Даже сплинтера я так не сильно хочу получить, как с шинегами. Да, зек тут один, конечно. Ничего не сможет сделать. Он еще и хиляется. Он еще и отхил врубил себе. Ой, жук ты этакий, а. Зек, мне жаль. Жаль, мы с тобой не потянули. Говорил же, что он ватный. Говорил, ребята. Именно по защите он никакой. Ну, тем не менее, ребята. Мы с вами закончили эпизод седьмой. Точнее, дошли до него, но пройти не смогли. Ну, а эпизод шестой прошли вообще на изи. Да. Ну, опять же, повторюсь. Все зависит от того, кого нам дали. Если бы у меня сейчас бы здесь, в этой команде, был Леонардо Рафаэль, да? Леонардо Рафаэль. Железная голова. Та же самая. Ух. Вот тогда мы тут повеселились бы. Но ничего подобного не получилось у нас. Не дали мне моих бойцов. Мою имбу. И, как говорится, слились. Так. Давайте обменяем все, что здесь у нас есть. Остатки роскоши, грубо говоря. Ну, еще что-нибудь есть? Хорошего? Нету. Ну что, дорогие друзья. На этом закругляться мы будем, да? Обязательно увидимся с вами в следующей серии. И. Так. Подожди. Мы можем навык выучить. Давай, Бибоб. С удовольствием. Что, можно еще и на пятую ступень, да? Даже шестая. Шестая ступень. Все. Будет теперь задницей своей бомбить. Ну что, дорогие друзья. На этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. А мы обязательно увидимся в следующей серии. И продолжим играть в черепашки Низелегенды. Так что, до скорого. И удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...